здравствуйте приветствую вас на канале горячая новость друзья сегодня хотел бы поговорить на такую тему на тему хорошо или плохо работают сотрудники московских органов которые занимаются расследованием дела влада бахова мы все в последнее время маленько подуспокоили скажем так подрасслабились потому что вроде как москва зашевелилась да она начинает нам давать какие-то результаты но какие результаты результаты здесь известны пока от москвы только одни результаты того что голова голова того что вот нашли в демидовском лесу она не принадлежит как минимум владу бахову больше как таковой важной информации москва пока как мне кажется мне кажется она не дала на данный момент как бы там ни ответов ни приветов со стороны москвы нет информация следующая что они занимаются разбирательстве вроде как бы приехали на место там опрашивают кого-то расспрашивает и все и в данной ситуации друзья я хотел бы с вами порассуждать на тему того вообще насколько с пользой москва проводит это время которое вот она занимается разбирательством влада бахова чего нам ждать от этого дела ждать ли нам действительно непредвзятого расследования или может быть это в какой-то степени там затягивание времени всяческие отведения нас в сторону от настоящих скажем так участников этого дела но его друзья чтобы нам все это понять разобраться в этой ситуации я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые вещи москва что сейчас делает она делает я не знаю вид или на самом деле они занимаются разбирательством этого дел но но друзья москва сейчас отвечает нам так что не мешайте мы разбираемся с этим делом как только что-то новое появится мы обязательно вас осведомим первое первое что мне непонятно в данной ситуации я уже озвучил в одном из своих роликов экспертиза почему так долго делается экспертиза как мне кажется это первое очередное мы должны понимать вообще кого нашли в дебедовском лесу а слава богу что мы определились что голова не принадлежит владу бахова голова принадлежит какому-то другому человеку первый и главный вопрос кому принадлежит все остальное почему нет ответа почему так долго нет ответа мне кажется это уже порядка там месяца двух там порядка двух Ухмейцев, по-моему, уже продолжается вот эта вся тягомотина, а это основной и главный вопрос. Как мне кажется, все вот эти вот вопросы, которые я буду сейчас вам озвучивать, они должны двигаться параллельно, параллельно с разбирательствами дела Влада Бахова, ведь это же никому не мешает, то есть какие-то люди там занимаются, ездят в Демидове, расспрашивают, ходят по этому лесу, там какие-то улики собирают, а другие люди должны нам давать конкретные ответы, кому принадлежит то, что нашли в Демидовском лесу, кому. Почему? Это первый вопрос, ответ на него мы до сих пор не получили, это первое. Второе, почему так долго мы не получаем ответ на этот вопрос? Ведь, как мне кажется, данные процедуры, они жестко должны быть регламентированы, это же не там плюс бесконечность, то есть вот нашли, к примеру, что-то, что-то, и когда нам предоставят эту информацию, как бы всем по фонаре, всем по барабану, то есть, к примеру, от одних суток там до плюс бесконечности, нет, там какие-то конкретные, как мне кажется, сроки должны быть, там, к примеру, экспертиза проводится до месяца. Или там до двух месяцев. Когда конкретно эта информация появится у нас? Когда конкретно нам дадут ответы по этим вопросам, которые очень многих, как мне кажется, интересуют? Хотя бы, мне кажется, сотрудники органов могли бы сказать, что, ну, не знаем, когда точно, но максимальный срок, максимальный срок, это два месяца, к примеру, там, 15 августа это крайний срок, когда эта информация появится. Почему таких ответов нет? Это второй вопрос. Почему параллельно с расследованием дела Влада Бахова не происходит задержание, скажем так, тех людей, которые халатно относились к своей работе, которые некачественно делали свою работу? Евгений Гордеев не так давно, наверное, в последнем ролике рассуждал на эту тему, он даже говорил, что дайте мне полномочия, я размотаю это дело там в кратчайшие сроки. Естественно, ему полномочия никто не даст, потому что, во-первых, это будет позор для органов, во-вторых, ведь если ему дай эти полномочия человеку 72 года, ему бояться уже нечего. Конечно, он там размотает всех и пройдет от самого начала до самого конца, они понимают, что это чревато последствиями для них же самих. Ну и в первую очередь это будет позор. Ну, если вы не даете никому возможности, скажем так, вам помочь, почему вы сами тогда этим не занимаетесь? Ведь тут очевидно, что это дело затягивалось, ведь тут очевидно, что люди ставили палки в колеса, ведь тут очевидно, что вот эта голова, она сама туда не пришла. Да даже, друзья, элементарно, а почему вот этот вот эксперт Смоленский сообщил, что все это предоставляется Владу Бахову? Почему в первую очередь не задали вопрос ему? Почему ты, друг, предоставил такую информацию недостоверную? Если сам, то, ну, отвечай за себя. Если кто-то тебя попросил или, скажем так, может быть, заставил там, либо еще что-то там, подкупил тебя, ну, значит, назови фамилии, помимо тебя мы зададим ему еще вопросы. Почему эти люди спокойненько, скажем так, гуляют, да и не просто гуляют, а они занимаются своими делами, в какой-то степени они принимают участие, как мне кажется, даже в расследовании вот этого дела. А этого, мне кажется, в данной ситуации допускать ни в коем случае нельзя. То есть это мы запустили его, скажем так, к нам в тыл, и эти люди ходят сейчас и вредят. Они не занимаются поисками Влада Бахова, они занимаются той же работой, что и раньше, вредительством, как мне кажется. Это вот третий вопрос, на который, мне кажется, должны дать ответы в ближайшее время и почему-то до сих пор не дают. Четвертый вопрос. Почему вот эти люди, которые московские, я имею в виду, которые занимаются поисками Влада Бахова, никак не пытаются разобраться в деле Романа Краснощекова? Ведь мы все прекрасно понимаем, откуда ноги растут. И начав разбираться с делом Романа Краснощекова, ты волей-неволей выйдешь на заказчиков, скажем так, или на исполнителей, я не знаю, или, может быть, на тех людей, по чьей неосторожности произошла вся эта ситуация с Владом Баховым. Почему не копают от Романа Краснощекова? Почему дело Романа Краснощекова, скажем так, проводят в закрытом таком порядке? Мне кажется, это тоже неспроста, не просто так приняты эти решения, не во благо, не во благо Романа Краснощекова, я еще раз говорю, я ничто не утверждаю, это просто мои рассуждения, скажем так, вслух. Но мне кажется, с Романом Краснощековым сейчас происходит что-то не совсем, скажем так, правильное. Почему сотрудники органов московских не копают в эту сторону? Тоже вопрос, тоже вопрос, друзья, по которому мы не можем получить ответов. Я больше даже скажу, мы не то, что не получаем ответов, они не хотят, скажем так, идти на контакт. Пятый вопрос, который я задам, почему сотрудники органов не ведут отчета о проделанной работе? Почему все это делается втиху, скажем так, без огласки и без подключения, скажем так, к общественности? Общественность должна знать, как все это происходит. Но это все делается так, чтобы максимально-максимально отодвинуть в сторону людей и не допустить, не допустить к обсуждению этой проблемы. А проблемы действительно есть. Но я думаю, друзья, на этом можно уже и закончить. Как мне кажется, вот этих вот пять пунктов, озвученных мной, вполне достаточно для того, чтобы понять, насколько Москва заинтересована в решении данного вопроса. Как мне кажется, друзья, сейчас просто это в какой-то степени и Москвой происходит такое затягивание, затягивание этого вопроса. Вроде как бы мы что-то делаем, вы нам не мешаете, вот. Но параллельно с этим-то почему вы ничего не делаете? Ведь это же можно делать. Не то, что можно, это необходимо делать, необходимо производить задержание, необходимо, скажем так, вводить в курс дела общественности, необходимо заниматься делом Романа Краснощекова, который пострадал, скажем так, из-за дела Влада Бахова, из-за того, что он открыл рот в свое время и выпалил правду. Не подумав, не подумав, что может быть, понадеявшись на Малаха, на этих вот веселых ребят, которые там сидели в студии, которые говорили, ты не бойся, друг, тебе ничего не будет, если что, мы тебе поможем, не бойся, с работы тебя никто не выгонит. Ну, в принципе, они сдержали свое слово, конечно, с работы-то его никто не выгнал, но видите, как повернулось-то совсем по-другому. С работой действительно у него нет проблем, но у него сейчас другие проблемы. Почему Москва не занимается вот этим вот? Москва, мне кажется, она тоже затягивает это дело и всячески-всячески-всячески, скажем так, сводит на нет, думает, что ей делать дальше, скажем так, чтобы не вымазаться самой теперь в этой грязи. Вот такие вот, друзья, у меня мысли по этому поводу. Вы уже решаете сами, как, насколько хорошо работает Москва или насколько плохо. Но, как мне кажется, она в какой-то степени тоже избрала тактику смоленских сотрудников затягивания времени. Ну, может быть, не так нагло, не так, скажем, дико, как это делали смоленские сотрудники, просто в наглую, нахрапом. Ну, скажем так, более интеллигентно, более спокойно, более продуманно, более правильно. Ну, скажем так, цели-цели в данной ситуации здесь примерно одни. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, появившееся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok